14 региональных проектов Единой России реализуются в городском округе Люберцы. Их работа – одно из приоритетных направлений деятельности партии. Проконтролировать результаты реализации программы «Городская среда» в Люберцы приехал ее региональный координатор Игорь Каханый. «Было тут очень старое все, все не покрашено, а сейчас все очень хорошо и современно». Теперь хоть в стоп-землю, хоть в догонялки может играть в своем дворе Мария Попова. В августе на улице 3-е почтовое отделение появился детский городок. Подарок от партии «Единая Россия» и результат работы программы «Городская среда». «Сегодня мы говорим о том, что вас качество устраивает, дети с удовольствием пользуются». «Да, да. Площадка очень хорошая, у нас сделали возле дома, очень удобно. Она очень нам нужна, да, была весело здесь гулять и взрослым, и детям». «Городская среда» выходит за заборы дворов Люберчан. Благодаря ей преображается центральный парк. В 2020 году он снова примерит обновки. Его планируют украсить рестораном, велопрокатом и двумя сценами. Это стало возможным благодаря изменениям в программе. «Вели не только нестационарные, а еще и стационарные объекты, которые могут устанавливаться на общественных пространствах, также финансируются за счет программы «Городская среда», чтобы общественное пространство было закончено». Параллельно с городской средой в округе реализуются еще 13 региональных программ «Единой России». За кругом столом люберецкие кураторы обсудили, как сделать работу проектов эффективнее. Первая задача, которая стоит перед единороссами – сделать деятельность партии максимально прозрачной для жителей. Вторая – заинтересовать люберчан в участии в проектах, которые она реализует. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.